На данный момент сегодня в Блоксрусе имеется более 35 аксессуаров и сегодня в этом видеоролике я оценю каждого из них. И да, сегодня мы начнем с самого дешевого аксессуара под названием Black Cape, которого можно купить всего за 50 тысяч бели. Ну а закончим с самым-самым новым аксессуаром под названием Kitsun Mask и сегодня я об этом всем вам расскажу. Ты обязательно смотри ролик до конца, ведь сегодня я расскажу очень много полезных фишек о каждом аксессуаре и, бро, лучше этого не пропускать. Также опять не забудь подписаться, поставить лайк, зайди в мой дискорд сервер, но и мой телеграм-канал. Сейчас маленькая реклама и мы начинаем. Давно мечтал о робуксах? Тогда заходи на сайт robay.gg. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому лучшему курсу, к примеру 400 робуксов здесь стоят всего 266 рублей. Robay.gg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на Robay.gg вы можете получить робуксы бесплатно, делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходит масштабный розыгрыш на 30 тысяч робуксов. Не упасти возможность выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупаю робуксы дешевле, чем где-либо, лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов после оплаты, круглосуточная работа сайта, это все на Robay.gg. Ссылка на сайт будет в описании. Окей, окей, сегодня у нас первый аксессуар, это у нас Black Cape на очереди, как я уже вам ранее сказал. Итак, первое это дизайн. Чекаем дизайн, как же он хорошо или плохо выглядит. Ну, на моем скине, в принципе, я бы не сказал, что он смотрится прям вот плохо, но, в принципе, просто что-то, ну, не то, какой-то не тот оттенок. Но, окей, давайте-ка не будем особо следить внешне и посмотрим, какие же бафы он дает. Так, давайте-ка идем к вот этому шкалеру и давайте-ка разговарим, что же дает мой аксессуар. Так, он дает 5% дамага, то есть 5% дамага от любой атаки. Это достаточно хорошо, если честно, как для такого очень дешевого аксессуара. Также он у нас дает 100 энергии и 100 здоровья, что, в принципе, не так уж и плохо на ранних этапах игры. Ну, в принципе, за свою цену аксессуар достаточно хороший и, в принципе, он реально самый дешевый в игре. Так, вот наша сегодняшняя таблица и давайте-ка сейчас его куда-то поставим, куда же мы его все-таки оценим. Окей, на самом деле этот аксессуар просто полное говно, но, в принципе, новички его могут использовать из-за его цены, поэтому я его ставлю в C-тир. Да, я бы мог его поставить еще ниже, вот сюда как-то в D-тир самый худший, но его чисто спасла его цена. Все, в принципе, если бы он дороже чисто на 1 доллар, я бы его поставил просто в самый худший тир. Ну, а следующий аксессуар сегодня у нас на очереди, это у нас Pink Coat. Так, где же он, где же он у меня? Вот, получается, самый последний у меня в списке. И так, первый дизайн, первый дизайн как бы. Ну, сам факт, что здесь имеются шипы, в принципе, достаточно прикольные, в принципе, шипы мне здесь нравятся. Но я думаю, что как бы Блокс Рутс в основном играют мальчики, и, в принципе, розовый цвет это какое-то, ну, не очень такое дело, знаете, как бы, ну, не прикольно. Очень мало кому он будет нравиться внешне, но все-таки найдутся такие люди. Ладно, давайте-ка не будем смотреть все-таки внешне, и посмотрим, что же, какие бафы он дает. И так, первое, что он дает, это 10% дамага от пушки, и, в принципе, дает он у нас 200 здоровья. Ну, 200 здоровья это достаточно неплохо, на самом деле, но, а 10% дамага от пушки, ну, в принципе, вообще никому не нужны. Ну, просто никто не будет играть от пушки в Блокс Рутс. Ну, окей, представим, что ты мегаскиловый чел, и играешь на Аси Дум Рифл, но тогда у тебя есть куча других аксессуаров, и ты не будешь использовать вот этот вот, я не знаю, какой-то непонятный плащ. Поэтому этот аксессуар стоит использовать только, если тебе надо 200 хп, и все. Ну, в принципе, он достаточно реально плохой. Да и внешне он, наверное, самый худший в Блокс Рутсе, чисто, ну, я не знаю, кто будет со мной спорить. Поэтому, однозначно, я его ставлю в D-тир, пока что это самый-самый худший аксессуар в Блокс Рутсе, по моему мнению. Но, если что, у нас еще здесь около 30 аксессуаров есть, поэтому посмотрим, что же выйдет. Следующий аксессуар, это сегодня у нас Блэк Спайки Коуд. Он очень сильно внешне напоминает тот самый розовый плащ, но он просто перекрашен в черный, и все, больше ничего, никаких изменений нет у нас здесь внешне. Но я думаю, что со мной все согласятся, что он выглядит просто в тысячу раз лучше, чем его розовая версия. И давайте-ка посмотрим, что же он дает, и если что, розовый плащ можно получить в первом море, а черный только во втором, поэтому, ну, как бы это такое, да. Так, разговариваем, и он нас дает 7.5% дамага от любой атаки, 200 энергии и 200 здоровья. Так, ну, 7.5% дамага, это, конечно, не 10%, как у предыдущего, но это действует на любые атаки. То есть, это действует и на фрукт, и на стиль боя, и на пушку, и на меч, и вообще на что угодно. Поэтому это очень-очень круто. Ну, и как бы 200 здоровья, 200 энергии, это тоже достаточно неплохо. Хотя во втором море тоже не так уж и много, но, в принципе, тоже прикольная фича. Окей, сегодня чисто из-за внешности этот аксессуар затащил на Бэтсир, ну, в принципе, у него, как бы, и бафы тоже неплохие. Ну, окей, Бэтсир поставлю, поставлю. Также в Блоксруте имеется такая же красная и синяя версии этих плащей, но, в принципе, у меня их нету, поэтому я предлагаю зайти на сайт Википедии в Блоксруте и посмотреть, что они дают. Так, первый плащ у нас красный, и, в принципе, у нас дает тоже 7.5% к любой атаке. Ну, в принципе, так же, как и на черной версии, также 250 энергии и 500 здоровья, что, в принципе, уже чуть-чуть-чуть лучше. Ну, и, в принципе, синяя версия также 7.5% к любой атаке, и еще 500 энергии и 250 здоровья, что, в принципе, просто поменялось местами с его красной версией. Ну, эти плащи, по-моему, получить намного тяжелее, если их вообще возможно получить. Ну, в принципе, я их просто поставлю чуть-чуть выше, чем черную версию, и все. То есть, да, они лучше, но не прям сильно, поэтому как-то вот так. Окей, следующий аксессуар сегодня это у нас бандан. Если то что, бандан имеется у нас 3 версии, получается черная, зеленая и красная. Но, если честно, у них бафы полностью одинаковые, то есть, неважно, возьму я зеленую, красную или черную версию, все одно и то же. Они отличаются только внешне, ну, и, в принципе, все. Ну, давайте-ка все-таки посмотрим, что дает этот аксессуар. Так, он дает у нас, получается, 80% к скорости, 10% к дамагу, получается, от ближнего боя, меча и пушки. Ну, в принципе, это достаточно неплохо так. И 750 энергии. Что ж, ну, в принципе, эти 80% скорости реально просто затащили в этом аксессуаре, а не просто имба. И я, как бы, не могу его не поставить в А-тир. Да, скорость от аксессуара имеет очень огромное значение в блок-труйце, поэтому А-тир, как бы. Пока что это самый лучший аксессуар, как бы, сегодня в этом видео, но еще посмотрим, что будет дальше. Да, если честно, я немного не поочередно оцениваю аксессуары. Ну, а следующий у нас это Бир Ирц. Какие-то ушки медведя. Ну, такое-такое. Это какой-то, я не знаю, Фредди Фазбер изстал. Ну, ладно, в принципе, на вид. Это вообще просто что-то непонятно, какая-то шляпка или что это. Ну, не знаю, в принципе, даже не особо заметно, что он нам не одет. Ну, ладно, давайте-ка посмотрим, что он дает. 10% защиты от любой атаки и 500 энергии. Ну, неплохо, неплохо, но и нехорошо. Я не знаю, такое себе. Я бы его никогда не использовал, но, в принципе, если у вас больше нету никакого выбора, то можете его взять. Ну, 10% защиты все-таки неплохо. Ну, его я ставлю однозначно в С-тир, но я его поставлю чуть-чуть лучше, чем Блэк Кейп, в принципе, потому что, ну, у него чуть-чуть лучшие бафы. Ну, в принципе, С-тир, все. Следующий аксессуар сегодня это у нас Чопа, и давайте-ка оденем ее. Так, ну, по дизайну она очень сильно выделяется среди других аксессуаров. Получается прямо вот такая красочная, красная. Она реально очень мало кому под скин подойдет, но давайте-ка не будем по этому судить и посмотрим, что же, какие бафы оно дает. Так, 3% дамага от Блокс Фрутца. Как бы это неплохо, неплохо. И еще минус 15% кулдав над Блокс Фрутца. То есть, получается, если я юзуну скилл, то он у нас откатится намного быстрее. То есть, на 15% быстрее у нас КД проходит. Это реально очень хорошо. Ну, и также этот аксессуар у нас дает 10% защиты от атак Блокс Фрутца, если нас атакует другой игрок. Поэтому это очень-очень круто. В принципе, для ПУП достаточно неплохой аксессуар. Окей, я уже знаю, куда я его поставлю. Я его поставлю в Б-тир и лучше, чем вот эти спаки-коуты. То есть, да, пока что он у нас самый лучший в Б-тире, но все-таки у нас есть бандана, которая будет лучше, чем вот этот вот Чоба. Так, следующий аксессуар у нас сегодня просто какой-то плащ. Я не знаю, белый плащ. Не знаю, у меня его нету. Хотя я очень часто видел новичков в Блокс Фрутце, которые его носят просто, но у меня его реально нету. Просто, ну, я не знаю, как так вышло, но у меня его нету. Поэтому, опять же, заходим на сайт Википедии и смотрим, что же дает этот аксессуар. Кстати, он достаточно неплохо смотрится, если честно. Итак, плюс 10% дамага от атак ближнего боя. Но, в принципе, это достаточно неплохо на самом деле, потому что ближний бой используют все в Блокс Фрутце. Просто его нельзя не использовать. Ну и также этот аксессуар дает 200 к энергии, что, в принципе, достаточно прикольно на ранних этапах игры, опять же. Потому что там всегда не хватает энергии. Итак, оценка этого аксессуара. Это у нас Д-тир, но, в принципе, это будет чуть-чуть лучше, чем Пинк Коут. Ну, такое дело. Следующий, следующий аксессуар это у нас Кул Шейдз. Вот такие вот очки, если честно. Да, они у меня есть. И на моем скине их почти что никак вообще не видно. Но, в принципе, это достаточно прикольный аксессуар. И, в принципе, ну, на вид он прикольный, да. Давайте-ка посмотрим, что же он дает, какие бафы. Давайте-ка нажимаем Сир и давайте-ка, что же он дает. Так, он у нас дает, получается, 17.5% быстрого бега. То есть, я на 17.5% буду бегать быстрее. Ну и это очень прикольно, что ты ходишь быстрее просто с вот таким аксессуаром. Как бы скорость, это очень важно. Дальше дает 7.5% дамага от любой атаки, которую ты просто используешь, что тоже очень-очень круто. Ну и как бы ты будешь получать не такой уж и плохой урон. Ну и 100 энергии и 100 здоровья, что, в принципе, не так сильно важно. Но все-таки тоже прикольно. Я даже не знаю, куда этот аксессуар, если честно, поставить. Ну, я думаю, что его можно поставить в Б-тир пока что на самое первое место. То есть, как-то вот так. Потому что для меня в Блоксруте очень важна скорость. И просто, как бы, аксессуар должен давать скорость. Без этого никак просто. Дальше у нас, по очереди, шляпа эльфа. И, в принципе, у меня ее тоже нету. Поэтому я не знаю, как его вообще получить. Наверное, это какая-то новогодняя штучка. И ее я не получал. Поэтому, опять же, сайт Википедии. И что же она до его? Так, плюс 20% скорости бега. Это очень-очень хорошо. Дальше 10% к урону от мили. То есть, от ближнего боя. Дальше у нас идет 10% урона от способности меча. Дальше дает минус 5% перезарядки от способности ближнего боя. И также минус 5% перезарядки от способности меча. Получится, да, он у нас анкомонка. Что, в принципе, достаточно прикольно. Все-таки, как и для такого аксессуара. И его оценка, опять же, у нас получается самый лучший в Б-тире. Да, он нас обогнал, опять же, получается, Кул Шейдс. Ну, такое. Такое, в принципе, он чуть-чуть быстрее дает больше скорости. В принципе, да, нормально, нормально. Дальше у нас идет по очереди матка Гуля. И, в принципе, само название я одобряю. Так, посмотрим, есть ли у меня такая штучка. И давайте-ка поищем, поищем. Да, похоже, у меня такого нету, ладно. Ну, окей, раз нету. Так что, в принципе, идем, опять же, на нашу любимую Википедию. И смотрим. 35% к скорости бега. И у нас с каждым аксессуаром эта скорость все растет и растет. Дальше 500 энергии, что очень-очень хорошо. Ну, и просто самая имбовая фича этого аксессуара. Это 10% лайфстила от атак ближнего боя. То есть, представим такую ситуацию. Ты покажешься с кем-то, у тебя мало ХП. Ты нанес кому-то, ну, не знаю, как-то поймал в комбо. Ты нанес ему 10 тысяч ХП. Ну, и как бы ты себе отхилишь, получается, 1 тысячу ХП. Что очень-очень круто. Ну, опять же, это работает только на ближний бой. Поэтому, заслуженный атир просто, я думаю, не стоит объяснять почему. Но бандана все-таки будет чуть-чуть получше. Потому что там 80% скорости, что реально очень-очень много. Следующий аксессуар, это у нас сегодня Golden Sun Head. И давайте-ка посмотрим, что же оно дает. Так, первый это внешний вид. Но, в принципе, выглядит, если честно, не очень. Мне не нравится. Но это уже ваше дело. И решайте, нравится ли вам. Все, давайте-ка посмотрим, что же дает этот аксессуар. Итак, этот аксессуар у нас дает то, что у нас получается на 10% больше дамага от любой способы, которую мы используем. И также 500 ХП. Ну, не знаю, бафы неплохие, нехорошие. В принципе, я его поставлю просто в ВЦ Тир куда-то вот сюда. Ну, не знаю, такое себе. Я думаю, что никто не будет использовать этот аксессуар. Ну, просто потому что, ну, не знаю, в принципе, он по внешнему виду не такой хорош. И, в принципе, бафы у него тоже такие средние. Ну, а следующий аксессуар, это мой просто любимый аксессуар. Это Hunter Cave. Да, вот такая накидка охотника. И она выглядит очень красиво на моем скине, если честно. Поэтому это главная причина, как бы. Ну, и также эта накидка у нас дает 80% к скорости. Да, именно столько, как и бандана получается. Да, этот аксессуар работает точно так же, как и бандана. И его даже получение такое же самое. Да, чтобы его получить, тебе надо там убить элит-пирата. И, в принципе, шанс 50% есть, что, как бы, тебе он выпадет. Ну, единственное отличие накидки от банданы, это то, что накидка у нас дает 750 здоровья, а не 750 энергии. И все, это единственное отличие. Ну, а так-то, как бы, ты быстро объехаешь, как бы он красиво смотрится, и вообще все четко, да, вау. Да, и как бы, здесь у нас тоже имеется зеленая и красная версия, не только черная. Поэтому можно себе под скинчик тоже подобрать. Такое дело у нас имеется. Определенно, а, тир, и ставлю его чуть-чуть лучше, чем бандана. Ну, в принципе, особо разницы нету, что ты будешь использовать. Просто мне внешне больше нравится. Ну, и как бы, там уже хп, а не здоровье дает. Следующий, следующий аксессуар сегодня, это у нас Jav Shield. Я даже не знаю, как это получить, оно просто не знаю, на вид какое-то страшное. Но, окей, давайте-ка наша любимая википедия, чекаем, что же он дает. Итак, 50% к скорости, это реально очень-очень хорошо. Так что это мы одобряем, одобряем. Дальше, 12.5% урона от атак ближнего боя, тоже очень хорошая штука. 10% защиты от атак ближнего боя, если тебя кто-то другой убьет, получается еще 500 энергии и 250 здоровья. И оценочка, оценочка нашего аксессуара. Я думаю, что его можно поставить в А-тир, и я даже не знаю, что будет лучше. У нас получается маска Гуля или вот эта штука. Можете написать в комментарии, но я все-таки, наверное, оставлю маску Гуля, потому что лайфстил это прикольная штука. По-моему, это единственный аксессуар, получается, маска Гуля, которая дает лайфстил. Итак, ну а следующий аксессуар сегодня в этом видео, это у нас Лей. Так, одеваем, и давайте-ка посмотрим сначала, опять же, на внешний вид. Так, ну это какое-то, я не знаю, жерелье, сделанное из цветочков, и если честно, мне это под скин вообще никак не идет. Ну и если честно, он на вид просто отвратительно, его только девушке могут носить, и все. В принципе, я не знаю, кому еще этот дизайн могли делать, но в принципе, ладно, давайте-ка посмотрим все-таки, что же дает этот аксессуар. Итак, он нас дает на 50% улучшенную регенерацию. Ну, то есть, обычно, допустим, ты бы за одну секунду отхилил, не знаю, там, 100 хп, а с ним ты будешь отхиливать за одну секунду 150 хп. Ну, в принципе, достаточно неплохо, на самом деле, очень хороший аксессуар. То есть, ну, чтобы хилиться, это самый лучший аксессуар, однозначно. Поэтому, ну, в принципе, эта способность, что он на 50% больше дает тебе регенерацию, его особо выделяет среди других. Поставлю его, пожалуй, наверное, покажет на третье место в тире, и давайте-ка вот как-то, ну, вот так получается. Ну, а следующий аксессуар сегодня, это у нас пилот Хелмд. И если что, у меня его тоже нет, это очень странно, я не знаю, как у меня его может не быть, но ладно. Так, где он у нас здесь получается? В Википедии, вот. Итак, что он дает? Плюс 130% скорости бега, это очень-очень много. И этот аксессуар дает самую большую скорость в игре, насколько я знаю, то есть, ну, я в этом уверен. Плюс 10% регенерации, что тоже очень-очень хорошо. Плюс 250 энергии и хп, в принципе, тоже очень хороший баф. Ну, из-за скорости этого аксессуара я ему просто не могу не поставить тир С. Пока что это однозначно самый лучший аксессуар в игре, который пока что мы оценивали, ну, среди остальных мы еще посмотрим. Следующий аксессуар сегодня, это у нас шляпка моряка, давайте-ка посмотрим на нее. Ну, не знаю, на вид что-то такое, 50 на 50, может кому-то под скин подойдет все-таки, но не мне, но не мне уж точно. И этот аксессуар дает нам плюс 7.5% дамага от меча или пушки. Ну, и также снимает 10% перезарядки от меча или пушки. Ну, в принципе, достаточно прикольная штучка. Насколько я знаю, этот аксессуар получить очень легко, надо просто за Марина кого-то один раз убить, но я в этом не уверен. Ну, такой дефолт аксессуар, если честно, я не знаю, в принципе, кому он особо нужен, просто с вами его, не знаю, тир С и все, в принципе, ну, не паримся. Ну, никто не будет его использовать, просто что-то непонятная ерунда. Следующий аксессуар, немного похожий внешним видом, это у нас Pretty Helmed. Ой, ну, внешнему виду, если честно, я похож на какого-то петуха из Китая. Я не знаю, реально, какой-то шлем китайца и, не знаю, какой-то челка петуха. Ну, ладно, внешний вид такой себе, давайте-ка посмотрим, что дает. Плюс 50% скорости бега, достаточно хорошо, если честно. Дальше плюс 10% урона от атак ближнего боя, 12.5% защиты, против также атак ближнего боя, дальше 250 энергии и 500 здоровья. Ну, в принципе, вот то, что он дает 50% скорости, уже достаточно неплохо, так что, ну, в принципе, нормально, я думаю, неплохой такой аксессуар. Что ж, ну, я думаю, что он заслуживает как-то вот-вот-вот на вот это вот место, получается, второй в Б-тире. Вот, ну, как-то вот так, нормально, хотя по внешнему виду он просто отвратительный, ну, реально, просто, я не знаю, кто это будет носить. Дальше у нас в очереди шляпка Санты, и этого у меня тоже нету, я не знаю, тоже какая-то ивентовская ерунда, я не знаю, как это получить, но окей, смотрим на Википедию. Внешний вид, ну, не знаю, такое, может кому-то нравится такое, но, как бы, опять не для меня, может на новый год можно одеть, реально, будет прикольно. Так, плюс 30% к скорости бега, ну, в принципе, неплохой баф, неплохой, реально. 12.5% к урону от Блокс Фрутца, ну, тоже такая прикольная штучка, и 12.5% урона от меча. Также 400 энергии и 400 здоровья, ну, в принципе, прикольно, прикольно, ну, не знаю, такое, 50 на 50, нехороший, неплохой аксессуар, в принципе, я уже уверен, куда я его поставлю. Я его поставлю, о, само поставилось куда надо, в принципе, вот на третье место в Б-тире. Думаю, не стоит особо объяснять, почему. Дальше у нас идёт ожерелье из зубов акулы, давайте-ка оденем и посмотрим. Так, ну, по внешнему виду, это пока что, наверное, очень хороший аксессуар, как бы, ну, не знаю, в принципе, он достаточно прикольно смотрится. Опять же, 50% скорости бега, плюс 10 к расстоянию дэша, как бы, это интересная штучка, я сейчас чекну. И 25% к дамагу на Си-Ивенты. Не, ну, если фармить Си-Ивенты с помощью этого аксессуара, это реально просто имба, и ты будешь давно быстрее убивать Сибистов, это реально чётко, я не знаю, я этого не знал. Теперь всегда буду его одевать, когда буду идти на Си-Ивенты. Но, в целом, аксессуар прикольный, особо если фармить Си-Ивенты, так что я думаю, что он определённо заслуживает на Тир А, но, как бы, всё-таки аксессуар прикольный. Ну, окей, давайте-ка на четвёртое место, давайте-ка на четвёртое место, я думаю, нормально будет в Тире А. Пока что это пятый аксессуар у нас по счёту самый лучший. Следующий аксессуар, я уверен, что все знают, у каждого он есть, и это у нас Варьер Хелм. Его можно получить, если выполнить квест от вот этого вот Челька Бартилу, ну, и он, как бы, нужен, чтобы получить в два раза, по-моему. Хорошо, по внешнему виду он мне никогда не нравился, просто, ну, что это такое, я не знаю, какая-то грива петуха, что это, просто, ну, не знаю, отвратительно. Хорошо, чекнем, давайте-ка его бафы, и, так, получается, он даёт 12.5% более дамага от ближнего боя и меча. Ну, и также 5% снимает перезарядку у ближнего боя и меча. Ну, если честно, бафы такие себе, типа, они плохие, но, в принципе, у многих аксессуаров они получше. Поэтому, ну, в принципе, я его ставлю в С-тир, я уже не знаю, на какое место, потому что про вот эти все плохие аксессуары я уже ничего не помню, что они дают. Просто С-тир, ну, я не знаю, ну, ну, такое себе. Дальше у нас идёт шляпа Усопа, и давайте-ка посмотрим, как она выглядит, что она даёт. Так, ну, на вид она тоже какая-то, если честно, странная, уже немного получше, конечно, может, к какому-то зелёному скину она ещё подаёт, но, если честно, такое себе, мне не нравится. Ну, это уже ваше дело, давайте-ка посмотрим всё-таки, что же она даёт, какие бафы. Так, этот аксессуар у нас увеличивает дамаг от пушки на 7.5% и снижает на 15% перезарядки у пушки. Ну, не знаю, в принципе, если ты пользуешься, не знаю, каким-то Асидум Рифл и у тебя статой Наган, то, в принципе, можешь использовать. Но я бы не советовал, потому что, ну, в принципе, вот это КД и 7.5% это реально очень мало, так что, в принципе, это не особо полезно будет. Ну, и давайте честно, никто за пушки не играет, только какие-то мега-профики. Ну, а все играют нормальные люди или за фрукт, или за меч, так что, ну, в принципе, я думаю, без слов. Детир однозначно. Дальше у нас идёт такая шляпка, какая-то топ-хед, давайте-ка оденем и посмотрим. Ну, по внешнему виду она смотрится достаточно интересно, я не знаю, мне вообще чёрные аксессуары более нравятся, если честно, потому что они такие универсальные какие-то. Урон от ближнего боя настаёт больше на 3%, дальше 10% перезарядки снижается на атаки любые, прям полностью любые атаки, так что это прикольно на самом деле. И 10% защиты от атак меча, ну, в принципе, такое, ну, нормально, не знаю, в принципе, такое себе чё-то. Ну, я не знаю, я вам не советую его использовать и просто ставлю его какой-то С-тир тоже куда-то вот сюда и всё, в принципе, без слов. Что ж, следующий аксессуар сегодня у нас какой-то Томан Ринг, и я не уверен, что он у меня есть, не уверен, что у меня его нету, давайте-ка посмотрим. Так, ну, в принципе, вроде как у меня его нету, так что давайте-ка смотрим, опять же, нашу Википедию, не знаю, какой-то аксессуар вообще странный, я его впервые вижу, если честно. Так, вот он, и давайте-ка он просто даёт у нас плюс 10% дамага от Блокс Фрукта. Ну, это реально очень плохой баф, ну, типа, это нормально, но если бы было ещё что-то, тогда было бы лучше. Ну, а тут просто плюс 10% дамага от Фрукта, реально очень плохо, так что Д-тир, всё, ну, туда его никому не советую. Следующий аксессуар сегодня, это у нас Вордмен Хэт, давайте-ка оденем. Ну, если честно, смотрится достаточно неплохо, только вот это, я не знаю, какое-то облачко или перо или что это, ну, немного странное, но а так-то в целом нормально. Давайте-ка посмотрим на его бафы и просто плюс 10% дамага для меча, это реально очень плохо, ну, в принципе, аксессуар вроде этот плюс-минус дешёвый, но, в принципе, ну, никому не советую. Тоже Д-тир, молча просто ставлю и всё. Ну, а следующий аксессуар сегодня, это у нас Купец Коут, но и у меня его тоже нету. Насколько я знаю, его можно было получить с праздника Святого Валентина ещё в прошлом году, но я тогда этим не занимался, но, типа, мне этот плащ вообще был ни к чему, типа, он мне не надо. Итак, он нас увеличивает дамаг для Фрукта и Меча на 12.5%, дальше у него, получается, ещит на 8% от любых атак, так что, в принципе, это достаточно прикольно на самом деле. Дальше, 400 энергии и 600 хп. Ну, достаточно неплохой аксессуар, но, если честно, я бы с ним не ходил, в принципе, просто ставлю его, не знаю, куда-то вот сюда, вот-вот-вот-вот-вот, ну, в принципе, Б-тир. Да, это аксессуары легендарной редкости, но, в принципе, всего Б-тир, так что, ну, чё-то такое себе, если честно. Не знаю, не особо советую вам на нём играть. Ну, а следующего аксессуара, вот этого DS Code, у меня тоже нету, потому что это админский плащ, но я предлагаю его всё равно оценить. Давайте-ка посмотрим. Итак, плюс 5% дамага к любому фрукту, любому непонятно что, неважно, меч или что угодно. Просто плюс 5% дамага и 200 энергии и 200 хп. Реально, бафы просто отвратительные, я не знаю, кто с этим будет играть, просто админы, наверное, его тоже никогда не носят, так что, ну, такое дело. Просто цитир, я не знаю, легендарка в цитире, куда, куда мы лезем, что? Хорошо, хорошо. Следующий аксессуар сегодня, это у нас такие очки в форме сердечек. Это, насколько я знаю, тоже с праздника Святого Валентина, так что этой ерунды у меня нету. Ну, в принципе, давайте-ка опять чекаем Википедию, как бы. Плюс 12.5% дамага к ближнему бою и пушке, в принципе, ну, нормально. И плюс 5% защиты от любых атак, опять же. Дальше 600 энергии и 400 хп. Ну, бафы неплохие, но они очень похожи, как вот этого кубец Code, в принципе, но немного похуже, поэтому вот так мы его ставим. Следующий аксессуар сегодня, это у нас вот такая Святая Корона. Насколько я знаю, она падает с босса Рипера, в принципе. Ну, достаточно ее легко получить, все-таки, ну, такое 50 на 50. И чекаем ее бафы, давайте-ка разговариваем и смотрим. 5% защиты от любых атак, ну, в принципе, неплохо-неплохо. Дальше плюс 5% дамага от любой атаки. Ну, в принципе, прикольная штука, увеличивает твой урон, ну, такое, нормально. Ну, и на 5% у тебя быстрее регенерируется энергия, ну, в принципе, прикольная штука. Ну, и также дает 500 энергии и 500 хп. Ну, в принципе, такой, не знаю, какой-то дефолт аксессуар, просто поставлю его, ну, не знаю, как-то вот сюда, в принципе, и все, я не знаю, что вам сказать. Ну, не очень, мне не нравится. Следующий аксессуар сегодня, это у нас маска Китсуны, и, кстати, она у меня есть. Так что, давайте-ка сейчас посмотрим, что же дает эта масочка. И, кстати, на внешний вид она достаточно прикольная, если честно, ну, мне нравится, мне нравится. Ой, здесь сейчас много читать будет, но, окей, окей, давайте-ка посмотрим. Так, плюс 10% урона от атак фруктов, в принципе, ну, неплохо, неплохо. Плюс 2 дополнительных уворачивания, ну, то есть, вот это, когда я хакеном линии врубаю, я могу уворачиваться, и это плюс 2 дополнительных уворачивания. На 15% больше пассивная регенерация на фруктовых метрах. Так, как же это понимать, получается, у нас есть на фрукте Китсуны такая шкала, давайте-ка сейчас вам быстренько покажу. В принципе, вот, вот такая шкала у нас справа есть, и, в принципе, она будет на 15% быстрее восполняться. Ну, в принципе, прикольно, но не то, чтобы это сильно важно было, но такое имеется в любом случае. Ну, и также это даёт, получается, у нас 750 хп, и то, что ты на 50% больше видишь в самой последней зоне в море. Ну, то есть, да, вот эта фиолетовая зона, где там 3 знака вопроса, в принципе, я думаю, вы все знаете, что там почти что ничего не видно. Но, одев вот эту маску, вы там будете почти что всё видеть, так что это достаточно прикольно и полезная штучка. Ну, не знаю, аксессуар не то, чтобы прям хороший, не то, чтобы плохой, но, в принципе, я его поставлю вот-вот-вот сюда. Следующий аксессуар сегодня, это у нас One Glasses, и его у меня тоже нету как-то, я не знаю, как так вышло, но давайте-ка смотрим Википедию. Итак, этот аксессуар у нас даёт, получается, плюс 20% скорости передвижения, плюс 8% урона от любого, что ты делаешь, в принципе, прикольно, прикольно. Минус 8% перезарядки на любой скилл, в принципе, это реально очень-очень хорошо, если честно. Плюс 8% защиты от любой атаки, в принципе, это тоже очень хорошо. Ну, и 250 энергии и 250 хп. Окей, я даже не знаю, куда его поставить, но, окей, поставим его перед Китсуной маской, то есть он чуть-чуть хуже, чем Китсуной маска, но, в принципе, нормально, нормально. Следующий, следующий аксессуар сегодня, это у Спейл Скарф. Ой, я помню ещё год назад где-то, я всё время играл с этим аксессуаром, и он просто был моим любимым, но уже не так, уже не так. Хорошо, внешний вид у него реально очень хороший, в принципе, ну, не знаю, он подаёт особенно к белому скину, может даже к чёрному подойти, в принципе, нормально. К всему он подходит реально по внешнему виду, ну, типа, нормально. Давайте-ка посмотрим, что он даёт. И так, он даёт дополнительные 15% к урону от фрукта или меча, что реально очень хорошо. И два дополнительных уворачивания, если ты используешь воле наблюдения. Опять же, в принципе, прикольная штучка, как и получается у нас с Китсуной маской работает. И самое главное, самое главное, что даёт этот аксессуар, это то, что получается воле наблюдения, ты видишь в 10 раз дальше. То есть, представим, что я использую воле наблюдения здесь, и я вижу челиков, которые вообще на другом острове фармятся, и, в принципе, всю карту почти что вижу с этим, не знаю, аксессуаром. Сейчас я вам это не покажу, на самом деле, потому что, ну, как бы, я на вип-сервере, здесь никого нету, но, в принципе, это так работает. И это просто имба для баунтихантеров, то есть, получается, что ты очень легко найдёшь себе жертву и, ну, найдёшь, кого убить, как бы. Ну, а минус этого аксессуара, то, что он не даёт тебе никакую дополнительную скорость, и, в принципе, уже в реальном пвп, ну, такое себе. Он более, если ты прям уверен, что ты всех порешаешь, в принципе, просто найти себе жертву, вот это да, можно использовать тогда. Но, окей, из-за этой дальности зрения, я думаю, что его можно поставить в S-тир, и получается, что у нас будет он чуть-чуть хуже за пилот-хелмет. Ну, потому что пилот-хелмет у нас будет, ну, немного более полезный в реальном пвп, но пейлскарф, он просто, я не знаю, чтобы находить жертву, так что, ну, как-то так. Так, следующий аксессуар сегодня, это у нас шляпа мушкитёра, и давайте-ка посмотрим. Так, внешний вид, ну, сам факт, что она белая, это достаточно прикольно, но вот эта фиолетовая фигня, я не знаю, мне вообще не нравится, так что, ну, такое себе, такое себе. Так, ну, а бафы, которые даёт этот аксессуар, давайте-ка сейчас посмотрим. 12.5% больше урона от меча или пушки, и также минус 12.5% перезарядки от меча или пушки. Ну, не знаю, такое себе, если честно, мне не особо нравится, поэтому я думаю, что этот аксессуар можно оценить всё-таки на C-тир. Следующий и следующий аксессуар сегодня, это у нас корона Левиафана. Этой короны у меня тоже нету, поэтому чекаем в Википедию, смотрим. Так, плюс 12% от атак ближнего боя, в принципе, достаточно неплохо. Дальше, плюс 35% урона к морским ивентам, это реально очень много, и как бы просто имба, чтобы фармить морские ивенты, так что, ну, берите, это реально имба. Плюс 25% к регенерации хп, это реально очень хорошо, ну, это можно сказать уже как половина Леи аксессуара, но, в принципе, Леи у нас давал только регенерацию, но, а этот аксессуар даёт ещё очень много других крутых плюшек. Дальше, плюс 40% шанс на выпадение вещей с морских ивентов, это реально очень круто. Ну, и также, опять получается, на одно бою у нас выворачивание свой и наблюдение от любых атак. Окей, я думаю, что его можно поставить, наверное, в С-тир на третье место, потому что он более подходит для фарма морских ивентов, но для ПВП такое, 50 на 50. Так что, в принципе, используйте его только на фарме на море. Следующий и следующий аксессуар на очереди, это Китсун Рибон. Давайте-ка одеваем, и, в принципе, внешний вид мне не особо нравится, ну, окей, такое дело, может кто-то, я не знаю, какой-то фанат Китсуна ему понравится, ну, такое. Смотрим, что даёт аксессуар. Так, первое, это у нас 10% защиты от атак фрукта, ну, в принципе, неплохо, неплохо. Дальше у нас на 15% больше стоит регенерация ХП, что реально очень круто. На 30% у нас стоит больше скорость бега, это реально тоже очень хорошо, очень полезно. Дальше у нас, получается, расстояние дальше увеличено на 7, ну, в принципе, нормально-нормально, ну, это не сильно на что-то влияет, но окей. Так, получается, что у нас перезарядка на флэш-степе на 25% меньше, это реально очень прикольно. Если что, кто не знает, что такое флэш-степ, это вот этот вот телепорт на R. Ну, реально полезная штучка в пвп, как бы быстрее тэпаться можешь, это реально прикольно. Ну, а ещё эта штука у нас даёт 2500 энергии, что тоже реально очень прикольно. Окей, этот аксессуар я, наверное, поставлю в а-тир на вот-вот-вот такое место. И следующий аксессуар сегодня, это у нас террор джав. Давайте-ка берём и смотрим. Ну, внешний вид, я не знаю, такой себе, но, в принципе, не такой плохой и нехороший, ну, такой себе, 50 на 50. И чекаем бафы, чекаем бафы. На 10% больше у нас в домах получается от меча. На 10% меньше перезарядка любой способа. 20% защиты от атак морских ивентов. В принципе, прикольно, прикольно, ты не так будешь быстро сдыхать там где-то. И 200 энергии и 200 хп. В принципе, ну, в целом, прикольные бафы, неплохие, нехорошие, ну, такое себе, не знаю даже, что сказать, в принципе. Ну, я, наверное, его всё-таки поставлю в а-тир, но я его поставлю здесь на самое последнее место в а-тире. Так что, как-то вот так он у нас будет стоять. Следующий, следующий аксессуар, это у нас валькирия хелм. Берём, смотрим, чекаем. Ну, в принципе, по внешнему виду, это реально как оригинальная валькирия из роблокса, так что, ну, в принципе, прикольно выглядит. 15% больше дамага от способности меча, в принципе, достаточно прикольная штучка, в принципе, для мечников, ну, неплохо, неплохо. Ну, и также 600 энергии и 600 хп, в принципе, достаточно неплохо, ну, нормально, нормально. Наверное, поставлю его всё-таки в б-тир на первое место, в принципе, вот-вот-вот сюда. Следующий аксессуар сегодня, это у нас шляпа зебры. Так, давайте-ка посмотрим, что же даёт этот аксессуар. Так, чекаем. На 10% больше урон от мечей, в принципе, достаточно неплохо, на самом деле. Также он, получается, у нас даёт минус 15% в перезарядке атак в локс фрукса. Ну, нормально, нормально, в принципе. Ну, и также 500 энергии и 100 хп. Ну, достаточно неплохо, на самом деле. Ну, не знаю, такое себе, такое себе. Окей, я его поставлю, наверное, вот-вот-вот сюда. Ну, это чисто потому, что он снижает 15% перезарядки способностей фрукта. Ну, и, в принципе, и всё. Ну, это реально прикольная фича, но, в принципе, не сильно что-то важное. Ну, и у нас напоследок остаётся 4 мифических аксессора, которых у меня ни одного нет, если честно. Поэтому, как-то так, давайте-ка сейчас будем смотреть через Википедию. Первый это Dark Coat. В принципе, по внешнему виду он реально просто прикольный. Ну, я не знаю, в принципе, я думаю, что он универсальный и красивый и всем подойдёт. Плюс 15% дамага от атак Блокс Рутса, 600 энергии и 600 хп. Но, несмотря на его редкость, несмотря на его сложность получения, на его внешний вид, его бафы, если честно, реально просто желают лучшего. Так что, я думаю, что его можно поставить в Б-тир. Просто, ну, не знаю, мифик, аксессуар в Б-тире. Что, почему так, бро? Я не знаю, даже пилот Хемн, который, я не знаю, Анкомонка, вот здесь в С-тире. Что это такое? Следующий аксессуар, это у нас Хольдый Клоуг. Тоже мифик. И давайте-ка смотрим, что же он даёт. Плюс 10% урона от атак Ближнего Боя. Плюс 10% дамага от атак Фрукта. Ну и также, с волей наблюдения, один ворот. Ну, в принципе, такой себе. Ситуация точно такая же, как и с Дарк Коутом. Я его поставлю прямо вот-вот сюда, вместе к нему. Два ворота Акробата, но немного похуже. Потому что, как бы, у него даже внешний вид, ну, такой, немного похуже. Не знаю, они оба такие себе, если честно, не знаю. Дальше у нас идёт, получается, по очереди щит Левиафана. Давайте-ка посмотрим, что же он даёт. Итак, он нас даёт 15% защиты от Ближнего Боя, Меча и Пушки. Что уже реально очень прикольное начало. Дальше, минус 90% дамага от воды. То есть, представим, что у меня нету рас и шарка. У меня его и на самом деле нету. Я делаю этот аксессуар. И я почти что не зану, я могу просто спокойно плавать. Бро, это просто имба. Я не знаю, это реально просто всем надо, чтобы фармить си-венты. Ну, просто реально. 30% защиты от атак си-ивентов. Это реально очень круто. Просто мечта аксессуар. И также целая тысяча хп. Реально ни один аксессуар не даёт больше хп. Ну, просто я не видел такого. Однозначно, этот аксессуар я ставлю в эстир на второе место. Но, опять же, я думаю, что вам стоит помнить, что его стоит использовать ни в коем случае не в пвп, а только для фарма си-ивентов. Вот это обязательно помните, челы. И последний аксессуар сегодня в этом видео, это у нас партии хэд. Итак, он у нас даёт плюс 10% хп левел буст. Ну, то есть, представим, что ты ещё не прокачал себе максимальный левел. Ну, и ты ещё фармишься, тогда он будет тебе полезный. Ну, в принципе, такой себе. Ну, и также у нас, получается, с ним ты будешь фармить на 10% быстрее мастерство. Что, в принципе, достаточно прикольно. Реально прикольно. Я бы хотел себе такой аксессуар, но, к сожалению, я его уже никак не получу. Но это потому, что этот аксессуар был тоже ивентовский. И как бы его можно было получить на специальный праздник на 10 миллиардов визитов в блок с Руця. Ну, и также он даёт получается 400 энергии и 400 хп. Ну, а на этом наш ролик подходит к концу. Ты, опять же, не забудь подписаться, поставить лайк, зайди в мой дискорд сервер, мой телеграм-канал. Купи мини-изикса на плечо, пожалуйста. Реально, мне нужны робуксы, бро, задонать мне на еду. Что ж, спасибо, что досмотрел до конца. Всем удачи и всем поэкида.